Следующий год будет очень тяжелым. Теперь эти контексты и эти факты начинают херить нас. С большой инфляцией, с огромными проблемами в экономике. Панику впадать не нужно. Нужно просто смотреть на реальность и реагировать на нее. Всем здравствуйте, это Политека Онлайн с новогодними праздниками. Но вот оптимизма много в этих праздниках. Будем говорить с Юрием Романенко. Здравствуйте, Юрий. Привет. Вы знаете, 21-й ушел, мы уже в 22-м. Какие вызовы, какую работу над ошибками мы провели и чего нам ждать в этом году? Наверное, самый главный вопрос, которым задаются украинцы. Мы провели, а мы это кто? Кто проводил работу над ошибками? Мы и та власть, которую мы так в едином порыве, единодушно выбрали в 2019 году. Ну, смотрите, я не буду говорить про мы, потому что, наверное, каждый из нас ведет там свою жизнь отдельно. И у него свои ошибки, свои проблемы и так далее, и так далее. Вот. Теперь, если брать власти, действия власти в 2021 году, то никакой работы над ошибками она не провела, она ошибки только свои усугубила. Вот. И после вот этого вот подъема Зеленского на гору в момент отставки Разумкова, дальше спуск вниз. Вот. Вот я думаю, что это главный политический итог. То есть, еще одно следствие. Зеленский попытался создать автократическую, как бы, власть. Вот. Идет и пытается это делать дальше. Пресс-конференция это показала, и его послание Верховной Раде. Вот. Но они не учитывают, они до сегодняшнего момента не поняли, как работает экономика, и не поняли очень многих вещей мировой политики, значит, вообще в политике. И поэтому 2021 год заканчивает с огромным количеством системных ошибок, которые создают для них и для Украины в 2022 году огромное количество рисков. Огромное количество рисков. Именно поэтому мой тезис под конец года, я везде говорю, следующий год будет очень тяжелым. С большой инфляцией, с огромными проблемами в экономике, с энергетическими, с огромнейшими энергетическими проблемами зимой, с очень опасной ситуацией с Россией, которая разворачивается. И это все на фоне усиления турбулентности в глобальной экономике, потому что она трещит, усиливается конкуренция между ключевыми блоками, усиливается протекционизм по всем фронтам. И слабая Украина, которая неадекватно как бы вообще представляет вот эти все процессы мировые, она просто не делает правильные шаги. Вот поэтому нам будет очень сладко, я считаю. Вы знаете, я бы очень хотел, чтобы мы каким-то образом попробовали понять. 22-й год, и самый главный ответ на вопрос, ну вот нашли для себя, для каждого украинца. Нужны стране перевыборы в этом году или не нужны? Просто под конец года, когда уходила Верховная Рада по своим разным округам, кто-то заграничным, кто-то еще, ОПЗЖ выходит и говорит, мы готовы отдать мандаты, чтобы переизбрать парламент. Ну понятно, пиар, понятно, есть составляющие разное вот этого заявления, но насколько вот это вот черный лебедь, и действительно вот в этом году соберутся там разные депутаты и скажут, дорогие слуги, вот вас, нас уже в этом парламенте меньше 300, давайте на перевыборы. Вот нам ждать в 22-м перевыборах? Я думаю, что это вообще, ну вот просто второстепенный вопрос. На фоне, опять-таки говорю, системных вызовов, которые будут расширяться, как черные стаи лебедей летят как бы в следующем году. Потому что если в феврале, там, в феврале, в марте наша энергетическая система сколлапсирует и вырубится свет, вырубится тепло там в регионах, в Киеве, может быть, я не знаю. Ну и выборы не проведем. Вот, то вопрос не будет стоять выбора, мы будем откашливать, экономика будет откашливать это 2-3 года, как специалисты говорят, да. Поэтому, естественно, выборы тогда будут, естественно, они могут быть и президентские, и парламентские. И я уверен, что выборы будут там, да. Но проблема же заключается не в выборах, проблема заключается в адекватности действий власти, оппозиции в той ситуации, в которой оказалась Украина. Вот, потому что если, помимо проблемы в энергетике, там, попрет Путин после Рождества, там, как сливы, там, у нас на протяжении, там, последних полутора месяцев ведут, там, со стороны западной разведки, потом это в CNN появляется, там, или в Washington Post, или еще в каких-то изданиях. Вот, то о каких выборах будет стоять речь? Если пойдет Путин, мы будем в состоянии войны, нам придется воевать. Если не пойдет, ну, опять-таки, то мы будем решать вот эти вот вопросы, связанные с турбулентностью мировой экономики. Представляете, что будет, если присядет Китай, ну, а для этого есть все предпосылки. Если присядут Штаты, где точно так же есть системные предпосылки, присядет Европа. И мы, являясь страной, критически зависящей, там, от экспорта наших сырьевых товаров, вот, мы оказываемся в ситуации, когда это все никому не нужно. Ну, или, там, потребность в этом уменьшится, там, в два раза, допустим, да. Вот, и, соответственно, нам нужно, с учетом тех проблем, которые у нас есть, нам нужно будет решать новые. Например, проблему следующего отопительного сезона в условиях высоких мировых цен на энергосырье. Потому что у нас же думают, что, вот, закончится зима, мы, там, накопили какой-то газ, вот, дай бог, что, там, этого газа хватит, чтобы мы с теплом закончили эту зиму. А следующей весной и летом будет, как в предыдущие годы, десятилетия, что цена на газ упадет, мы его скупим по дешевой цене и подготовимся к отопительному. Уже так не будет? А так не будет. Так не будет, потому что высокая волатильность цен на газ, на нефть, она будет продолжительный период, и под этим есть свои основания. В том числе, там, и зеленый переход, в том числе, и то, что компания крупная не вкладывали последние годы в газо-нефтедобычу, там, да. А такие игроки, как Россия, которые, там, вкладывали, у которых есть большие запасы газа, они, мы с ним, ну, мы с ней находимся, там, в очевидных контрах, там, и так далее, и так далее, и так далее. И, соответственно, ломается вся модель наша экономическая, на которой покоилась вся наша государственная модель. И поэтому я уже давно говорю об этом, что Вторая Украинская Республика, она подходит к тому, что те базовые факторы, которые позволяли ей существовать, они исчезли. Вот была газовая труба, как одна из всей нашей государственности, потому что газ определял транзит газа через Украину, определял наше влияние на Европейский театр, на Россию, там, и так далее, и так далее. Построили они обходные потоки, не только через Германию, потому что нас все время в фокусе держат, там, Германию, но через Турцию тоже немного пустили, и турецкое направление, оно, вообще, очень серьезно усилилось. Турция стала нашим конкурентом в этом плане. Она наш союзник, но она наш конкурент. Она стала газовым хабом и забирает ту роль, которую Украина, как бы, была в 90-е годы, в нулевые. Германия тоже стала еще более мощным газовым хабом, благодаря северным потокам. Это тоже у нас конкуренты. И когда мы говорим о том, что Германия не использует российский газ, мы просто, по сути, говорим, что Германия не будет газовым хабом в ущерб своим интересам, включая, там, дальние планы по переходу на водород зеленый, там, и прочие-прочие вещи, связанные с зеленым переходом. Так вот, мы все эти контексты, ну, будем называть свои вещи, будем вещи назвать своими именами, херили. Вот. И поэтому теперь эти контексты и эти факторы начинают херить нас. И нам, и поэтому нам будет очень больно. Но боль — это как раз фактор, который будет нас подстегивать к тому, чтобы начинать, ну, перестраиваться, начинать принимать адекватные решения. Термоизоляция, вот, о которой на днях говорили, вот этот аналитический штаб они собрали, и зам, этот, Шурма, зам главы Офиса президента говорил о том, что вот мы будем, мы должны делать теплоизоляцию там. Да, должны делать, ну, не пять тысяч домов, как они обозначили, и даже не 12, как они на 2023 год обозначили, а быстрее, потому что у нас 180 тысяч многоквартирных домов. Если мы будем делать теплоизоляцию такими темпами, то мы будем утепляться 20 лет. Но у нас уже, у нас нет 20 лет на такую чудовищную вопиющую неэффективность нашей экономики, которая у нас есть. Потому что, простой пример, многие ездят каждый день по Южному мосту в Киеве и проезжают мимо вот этих двух труб, которые там торчат, ТЭС, как бы, да, этот. Так вот, эти люди должны знать, что в этих трубах сжигается столько же энергии, сколько бы хватило на то, чтобы отоплять, значит, такой городок, как Обухов, несколько Обуховых. Вот представляете, в двух этих трубах сгорает огромное количество денег. И мы не проводили вот эту всю модернизацию только потому, что монополисты, которых у нас полно и которые сидят по всем стратегическим секторам, им не выгодно, чтобы это было. Они были заинтересованы в высоком потреблении, в том, чтобы снимать деньги с населения, с экономики. И вот мы пришли в ситуацию, когда надо платить по счетам, по новым счетам, которые очень большие. И нужно что-то делать, только не на словах, а реально делать, закусывать удила, признавать наличие кризиса, признавать наличие вот этих новых факторов и искать внутренние ресурсы прежде всего, потому что внешние ресурсы тяжело получить. То есть побрить олигархов? Брить олигархов, договариваться с ними, потому что олигархи тоже находятся в ситуации очень непростой, но при этом на них висит стратегическая эта вся инфраструктура. И, соответственно, необходимо иметь план выхода из этой ситуации, в который мы все сидим на лодке и сказать, что вот государство выполняет дирижирующую функцию, планы у нас такие, интересы у нас такие, ваши интересы, они в этих интересах учитываются. Если не учитываются, то какие компенсаторы, на какие издержки вы готовы пойти? То есть, понимаете, роль президента и роль власти в этом всем, это соблюдать баланс интересов. Если олигархи пережимают средний класс, если пережимают бюджетников, то значит их нужно ограничивать, им нужно об этом говорить. И если это говорить четко и внятно и бить по рукам, при этом иметь дубинку в руках силовую, не виртуальную, а реальную, то тогда олигархи будут подчиняться, будут слушаться. Потому что они сами прекрасно понимают, что на внешних рынках тоже развивается шторм, который будет бить по ним самим. Например, этот углеродный налог, который Европейский Союз ввел, бьет по всем, по Ахметову бьет, по Коломойскому бьет, по Фирташу бьет, по всем олигархам бьет и по нам по всем тоже бьет. Потому что каждая единица продукции, которая произведена в Украине с помощью невозобновляемых источников энергии, если мы ее, допустим, экспортируем в Европу или в Китай, потому что Китай тоже играет в эту игру, то это будет облагаться соответствующим налогом. И в Европе карбоновый налог уже 100 долларов достиг. То есть нам необходимо ускорить процесс модернизации нашей экономики. Кстати, то, что они приняли в четверг закон о локализации, я считаю, наконец-то, слава Богу, это, кстати, плюс уходящего года, 2022 года, что у нас было принято несколько законов об индустриальных парках, о локализации, что мы начали двигаться в собственном направлении, в правильном направлении, и понимаем, что производство, которое должно быть у нас в стране, оно должно быть ядром экономики. Я был в индустриальном парке Анкары несколько лет назад, в 2018 году, если быть точнее. Так вот, они его начали развивать в конце 70-х годов. Но сегодня там производится, наверное, столько же, сколько все машиностроение Украины производит. И Турция, благодаря этой политике, она превратилась в мощнейшее индустриальное государство нашего ближнего зарубежья. Юрий, давайте вот мы, находясь в 2022 году, попробуем понять, спасет ли нас 2022-й? Потому что уже даже об этом... Что же спасет? Об этом даже песни поют, понимаете? Потому что мировой продовольственный кризис, продукты дорожают по всему миру. И, ну, как ни крути. Ну, как вы себе это представляете? Спасет год, вот что пришел 2022 год, и что, выскакивает Дед Мороз со Снегурочкой, начинает... Ну, и хотя бы сказал, что все, там, ковидные ограничения, все, до свидания. Мы же видим, что страны закрываются. Насколько вот оптимизм есть... А почему должен быть оптимизм? Объясните. Должен быть реализм. Мы не должны быть дебилами, которые, ну, словно маленькие дети ждут от взрослых. Это вот как у нас постоянно по поводу взрослых, что вот Штаты, что-то, Китай, я не знаю, там, Европа, они должны решить нашу проблему. Никто не будет решать у всех своих проблем вот так вот, выше крыши. И поэтому мы должны понять, что нам пора плыть, плыть. И для этого нужно вводить чрезвычайные меры в экономике, потому что мы сами довели свою экономику до такого жалкого создания. Чрезвычайные меры в экономике, задача которых перестроить экономику в соответствии с теми реалиями, в которыми мы находимся. Все. Нет возможности топить так безумно наши дома, как это мы привыкли. Более того, даже у нас очень много там сторонников зеленых, ну, зеленых, я имею в виду, экологических вот этих всех норм, там, да, зеленых сил, зеленого перехода. Вот, так, там тоже же они предлагают очень радикальные изменения привычных нам вещей. Сокращение потребления, один авиаперелет в году, сокращение, уменьшение температуры, значит, зимой до 18-19 градусов тепла. Кстати, в Европе это нормально, в Италии, в Болгарии, если вы были зимой, то вы поразитесь, насколько там холодно в жилищах, потому что там нет центрального отопления. Вот, а летом кондиционеры, значит, не должны охлаждать ниже 24. То есть, происходят очень серьезные вещи и принимаются очень серьезные регламенты, которые кардинальным образом будут менять нашу жизнь. И поэтому самое худшее, что может сделать Украина, это дальше вот ждать чудо. Чудо, которое связано там с Новым годом, которое прилетит, Дедом Морозом, американцами, инопланетянами. Вот, партия инопланетян-спасителей Украины не спасет Украину, это точно. Вы знаете, я бы хотел поговорить еще, вот и предваряя вот это вот чудо и ожидание 22-го года, все-таки пандемия. Это все-таки следствие экономических решений, а потом политика, а потом уже медицина. Вот 22-й год, как вы думаете, вот вскроются главные лейтмотивы, почему весь мир изменился? Ну, вы смотрите, как вы думаете, эпидемия есть или нет? Ну, это уже очень сложно. Ну, эпидемия, как болезнь есть. Ну, вы болели коронавирусом. Болезнь есть, болел. И я болел. Вот. Вы хотите болеть коронавирусом? Наверное, нет. Вот. Вы должны принимать какие-то меры. Ну, вот маски, вот мы ходим, надеваем маски, но это уже стало нормой там, да, определенной. Используют ли правительства ограничения, связанные с коронавирусом в своих интересах? Да, используют. Используют, формируется новая дисциплинарная культура, причем повсеместная. Что в Китае мы видим, закручивают гайки, что в Штатах, что в Европе, что в России, что у нас. Да, то есть они это используют для того, чтобы жестче контролировать, как исходя из вопросов, связанных с безопасностью из-за коронавируса, так и исходя из каких-то своих целей, которые всегда у всех правительств и у государственной бюрократии есть. Стали ли мы ездить меньше? Ну, смотря кто. Ну, то есть разные люди. Кто-то меньше ездит, кто-то больше. Я, например, в этом году пять раз был за границей. Ну, в 21-м. В 19-м я меньше был за границей, чем в этом. То есть, ну, нужно приспосабливаться. Нужно приспосабливаться и нужно делать то, что подсказывает здравый смысл. И понятно, что если нас будут загонять на эти бустерные дозы каждые два месяца, допустим, пофантазируем, то, наверное, у многих людей появятся вопросы, особенно при наличии антител или еще чего-то. Ну, опять-таки, это будем смотреть. Вот сегодня человечество нашло такой ответ в виде вакцинации, в виде эпидемиологии этой всей и мер, связанных с ней. Если окажется, что правительство пережимает, что мы видим в Европе, многие протестуют, и в Украине, кстати, тоже протестуют, то я думаю, что в конце концов ситуацию будут откатывать назад. Потому что люди действуют, исходя из понимания того, что это рационально. Сначала они принимают, они боятся угрозы, и им говорят, это рационально. Они думают, ну, исходя из той информации, которую получают, и они думают, ну да, это рационально, давайте защищаться. Но когда там рациональность превращается в принуждение, необходимость которого далеко не очевидна, то, конечно, будет сопротивление. То есть так же, как и с Россией. Вот смотрите, русские, они что делают сейчас с Украиной? Вот, они нас превращают реально в свой антипод, потому что они не оставляют нам выбора. Те люди, даже, которые нормально, ну, как бы, относились к России, вот, допустим, до войны я вполне нормально относился к России, там, и к россиянам. Вот, они в условиях, когда, если сюда попрут танки, в гораздо больших количествах, чем есть сегодня на Донбассе, они не оставят выбора, чем сражаться. Вот и все. И тут перед тобой не стоит выбор, ну, признавать это, ползущий на тебя танк, признавать, а может это иллюзия. Нет, он ползет, вот, если он ползет на тебя, как сейчас на Востоке, наши солдаты нас защищают, то у тебя нет выбора, ты должен что-то делать для того, чтобы его остановить, потому что завтра он может приползти в твой дом, где находятся твоя жена, твои дети, там, и все такое. Так же и с коронавирусом. Будет он расползаться, ну, наверное, будут появляться какие-то штаммы. Станут они более смертельными, ну, не знаю, может, менее смертельными, потому что есть, будем просто смотреть. Вот, омикрон появился, ну, падаем. Вот вы, здесь все присутствующие в студии, вы же не падаете в ужас от омикрона, то есть вы вакцинированы, ну, я вакцинировался, допустим, там, чувствую какие-то мутации, нет, не чувствую, чувствую себя точно так же, как сначала переболел коронавирусом, ну, сначала я себя чувствовал, а потом, ну, нормально, все, 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 все хорошо. Ну, это реальность, как бы, там, да, в панику впадать не нужно, нужно просто смотреть на реальность и реагировать на нее. Ну, соответственно, ваше самое главное ожидание в 22-м? Личное. Мое личное. Да, чего вы ждете от 22-го? Я жду реализма в нашей политике, в государственной, как бы, там, реализма и признания того, что нужно собраться. И уйти. Нет, нужно собраться, нужно отдавать ответы, не бояться признаться самим себе, что мы находимся вот в этом состоянии, жалком, в котором и есть, и приняв это состояние, строить, строить новое государство, строить новую жизнь, вопреки вот всем тем негативным факторам, о которых мы говорили. Так было всегда. Все сильные народы, они давали такой ответ. Ну, помните, Черчилль, когда стал премьером, он сказал, я не могу ничего пообещать, кроме пота и крови. Это был правильный и мобилизирующий ответ. Зачем себя, ну, было самообманывать, говорить, давайте оптимистично посмотрим в 1941 год, там, да. Ну, победить сначала нужно было Гитлера, там, и страны Осии. И они победили, они оказались, союзники, в конечном итоге их победили, потому что себя не самообманывали. Вот таким нам. Вы лично в 2022-м не планируете эмигрировать из Украины? Зачем? Мне и тут хорошо. А вы? На этой замечательной фразе Юрия Романенко предлагаю завершить наше праздничное, ну, такое вот, очень интересное интервью. Спасибо вам большое. Я нет, я здесь. Я тоже. Слава Богу. Вместе с вами, дорогие подписчики, хотя мы знаем, что можно смотреть по всему миру Политеку онлайн. С новогодними праздниками всех и будьте с нами, подписывайтесь на канал. До скорого.